Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Здесь люди живут, последние Это Ерик Ходим и ищем грибы Есть ли грибы здесь? Вот В таком месте Грибничок идет и ищет грибы Попробую по прямой выйти, да? Да Не видно, что боится Не видать Грибов пока что Не видать Хотя влажновато На дорогу Можешь потихоньку Затем Угу 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 Ну так вот Сверху Умного напалочка И все Угу 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 Могучий До речки не пройдем? А где, да? Фарсовый. Вот есть такой хуторок. Жили солнцепоклонники. Они жили в нынешнем Иране. Там самая большая провинция, которая до сих пор так и называется Фарс. Или Фарсистан. Значит, их было время где-то 350 лет или 400 лет назад. Разогнали. И они разберлись по всему миру. Часть ушло вот сюда, Баку, Дагестан. Часть в Индию ушло. И я предполагаю, что вот эта речка Фарс это по названию тех людей, которые бежали, разогнали их там. им хотелось сохранить свою веру, свое название. Поэтому они речку назвали тоже Фарс. здесь у речки есть приток. Зеральф фамилия. Имя, значит, название этой речки. Зеральф. А у них был бог, которому они молились. Зеро Астер. То есть, скорее всего, они или уменьшительное название, или вот такое ласкательное, или, возможно, ну, переначали как-то так буквы. То есть, я подозреваю, что здесь когда-то жили те самые солнцепоклонники из Ирана. Поэтому остались названия Фарс из Ирана. Как поехали? Фарс Фарс Астер. Ну, вот так, вы его снизу наступаете, вот он. Сейчас это суровое место закрывает, вот так, сверху так, наступать, наступать. А потом вот пинелочек на него встал. Эх! И сделал по... Сюда же. Эх! Дальше уже... Надо было бы, как сказать... Сапожки, да? Конечно. Ну, сверху так, у нас тут появляется. Сапожки. На деревяшку и потом шаг вперёд. Нет, не на эту деревяшку. Ну, вот он. Вот этот пенёть. Становитесь. Ну, шаг сюда туда делайте. Оп! Вот, нехороший пакет бросили здесь. Это нехороший. Туда. Вы сейчас пройдёте и видите. Родничок. Чок, чок, чок. Тут уже сыра не будет. Угу. Вот сюда, вот сюда. А, нет, правильно, туда-туда. Из-под скалы бьёт родничок. Вот он он какой. Видите, чё-то водичка. Можно сказать, вот она, кренечка. Опа-ля. Та живописное место. Ну, вот, не очень живописное, но, вот как есть. Живописное. Может быть, наступит и что-то, а на это. Вот, сладкая, вот она, субстанция. Вот это. Да, она сладкая. Слащавый такой вкус. Немножко вяжет, но сладкая. Она липнет даже. Ну, сладкая просто. Можно питаться акацией. Интересно. Интересно. Ну-ка, мне отщипните. Своими руками, вот. Я тут не трогал. Вот эту, вот эту можно, да? Вот эту верхнюю часть. Вот где белая, не где семена, а верхнюю часть. Попробуй, ничего страшного. Давай, подержи. Вот так, на меня подержать. И вот. Ничего страшного, даже природа. Чуть-чуть губами попробуйте её. Вот она, разлохматенная. Да-да-да-да-да. Да, очень интересный вкус такой. Сладковатый. Слащавый вкус. Плитерный. Угу. Да, конечно. Шиповнич. Ну, шиповника у нас много. Да, интересно. Чем больше знаешь, чем понимаешь, что с голоду не помрёшь. Хе-хе-хе. Чуть-чуть губами, да? Да, прудок хороший. Вот как там, аэропаймы эти разводят. Да-да-да. А вон ещё один прудок, у них тут два. Тут можно это, разводить этих, и сазанчиков, да? Да, у них есть. Карпа тут всё есть, да? Забрасывай, и тяни. А какая же глубина пруда? Ну, не глубоко, по шейку там. По шейку там. Здесь нравится, нравится, нравится. Воздух свежий. Зома, называется. Уча-уча. Нарезает Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Закат пламенеет Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Довольно-таки речка Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok тут отремонтировали вот там кому точек может стоять оттуда кидать туда и должна быть рынка я хотел оттуда начать и обычно ловят идя наверх идешь по воде и кидаешь а вон она как вон она в броднях тут этих специальных выйдем сюда посмотрим что тут крутые берега одишь старая когда впадала дело там она где-то вот это завалено до остренько то есть вот видите там большие деревья вот прямо 2 2 вот там она поворачивала и петля лапит ляло петля вокруг а выходила вот здесь а сейчас на прорыла вот здесь по прямой поэтому есть мысли вот там сделать дамбу и она пойдет опять по старому не дать ей сюда идти в эту сторону и она точно в этом же месте не выйдет но она уже сделает вот такую петлю то есть километра два как минимум вот так вот и тогда у нее будет гаситься скорость на то во время половодия вы знаете вода вот почти сюда достает это все заливает о половоде когда летом это бывает весной зимой зимой а почему зимой холодно же бывает резко начинает таять снег и резко поднимается а бывает в мае месяце когда рез огромные ливни выпадают и тогда это поднимается мае месяце да посмотрю мостик до чувствуется он редко используется до мало народа ходит у всех машины все ездят пешком почти не ходят не ходит поле пашня да это огороды там вот эти войны по дворах ради украшения сажали потом они повырастали вот такие большие большие да интересно интересно ну что можно куда-то и пойти вы можете это я просто не знаю куда пойти сейчас если состояние сейчас придем домой сядем просто покатаемся покатаемся 25 минут в центре майкопа вот так даже да не снимай сапог не снимай сапог хочу сели в мою машину да поехали ну что нам просто для разнообразия разнообразится да нам для разнообразия разнообразится вот такая речка очень часто а мы любили раскачивать его кататься страшно Как ты? пошли по мосту типаж будет хороший живописное место он был главным инженером колхоза у него есть свой трактор и поэтому видите как он аккуратно все у вас делает это участок сына то его участок